МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покинул свой пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности назначен Михаил Развожаев, ранее исполнявший обязанности главы республики и председателя правительства республики Хакасия. Каким быть гербу и флагу Севастополя? Сегодня на сайте правительства стартовало голосование. Два вопроса. Успейте оставить свое мнение до 19 июля. Между тем ветераны и многие жители города свой выбор давно уже сделали. 100 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Губернатор внес закон о региональном материнском капитале. Очень радует, что правительство Севастополя озабочено, осознанно подходит к этому вопросу и помогает семьям. В ближайшее время документ направят для утверждения в Заксобрание. Дело останется за депутатами. Примут ли закон народные избранники? В селе Орлином началось благоустройство нового сквера. Хороший сквер будет заведен ручей сюда, в габионы выложено русло. Когда жители смогут гулять по новому общественному пространству и чье имя будет носить этот сквер? 450-килограммовый страус, огромный верблюд и пятиметровый носорог, саблезубые тигры. Были логово различных хищников. Останки 20 видов первобытных млекопитающих и 6 видов птиц обнаружили ученые во время раскопок в пещере Таврида. А вы сегодня ели шоколад? Ведь весь мир 11 июля отмечает день этого сладкого лакомства. В нем больше кофеина, и я обычно всегда кусочек маленький съедаю. Сколько тысяч тонн шоколада ежегодно съедает человечество? Ответ на этот и другие шоколадные вопросы искали наши журналисты. Синоптики предупреждают, сегодня в Севастополе возможно резкое ухудшение погодных условий. Ночью дождь с грозой, а на полуострове сильные ливни, град и порывистый ветер. Подробный прогноз до конца недели. Главная новость дня. Сегодня президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Севастополя. Дмитрий Овсяников покинул свой пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Михаил Развожаев. Уроженец Красноярского края, 1980 года рождения. Он занимался делами Северного Кавказа, некоторое время возглавлял правительство Хакасии. По сути, в Хакасии вы прибыли как кризис-менеджер. Расскажите, как вас приняли и обозначите основные векторы направления работы? Ну, это такая была, скажем так, оценка политологов, потому что ситуация действительно непростая. И прежде всего связана она с тем, что очень, так сказать, затянулся политический процесс. Октябрь 2018-го. Михаил Развожаев, в качестве временно исполняющего обязанности главы Хакасии, дает одно из первых интервью федеральному каналу. Тогда в республике действительно было неспокойно. Развожаев сменил Виктора Зимина, который подал в отставку как раз накануне начала отопительного сезона. Ситуация была критической. Развожаев принимает вызов. Отопительный сезон уже начался, но, к сожалению, паспорта готовности готовы не везде. По тем объектам, по которым даже уже тепло подано, происходит постоянный сбой. Не связано с тем, что теплотрассы рвутся и, значит, соответственно, запасы угля по некоторым котельным ненормативные, а близки, значит, критическим. Это требует сейчас особого пристального внимания. И вот в этом плане, конечно, можно говорить про некий антикризисный менеджмент. В должности в Рио Развожаев недолго. На некоторое время он исчезает с политической арены, но уже через несколько месяцев появляется в новом качестве. В конце 2018-го Михаил Развожаев возглавляет исполком общероссийского народного фронта. В июне 2019-го приезжает в Севастополь, чтобы проконтролировать ход работ в онкодиспансере. И тогда же дает интервью нашему телеканалу. Понятно, что онкология – это тема как бы в медицине номер один. Поэтому и национальный проект, посвященный, который сейчас начинает реализовываться, именно развитию онкологии в Севастополе будет получать финансирование по нацпроекту, федеральной целевой программе. Очень важно, чтобы все эти деньги были потрачены эффективно. И те задачи, которые стоят перед службой, в данном случае онкологической, были реализованы. Все делается, логика есть, есть понимание у руководства, как это должна система в целом функционировать, для того, чтобы задачи онкологической службы в Севастополе решались эффективно. С сегодняшнего дня Михаил Развожаев исполняет обязанности губернатора Севастополя. Татьяна Конрадия, Севастопольское телевидение. Дмитрий Овсянников прокомментировал свою отставку. Цитата. «Завершен этап напряженного труда. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и мной приняты соответствующие решения. Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении всех предыдущих лет. Всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя. За три года удалось сделать многое для развития города, повышения качества и комфорта жизни в нем», сообщил Дмитрий Овсянников. Почти три года Дмитрий Овсянников занимал должность главы города. С июля 16-го в качестве временно исполняющего обязанности губернатора, с сентября 17-го без приставки в Рио. Программа социально-экономического развития города, строительство новых дорог, парков и скверов, благоустройство территорий, увеличение продолжительности жизни населения, внедрение программ социально-экономического развития. Что сделано за три года, расскажет Святослав Данилов. «Вступаю в должность губернатора города Севастополя, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возломные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемирно способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей». 18 сентября 2017 года Дмитрий Овсяников официально вступает в должность губернатора Севастополя. Позади год завоевания доверия у севастопольцев. Впереди два работы на благо жителей города. Присутствовавший на церемонии анаугурации полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов отметил, за время работы Дмитрия Овсяникова рост промышленного производства составил 22%, а объем строительных работ увеличился более чем в полтора раза. Приток инвестиций вырос на 65%, снизился уровень безработицы. Не снижались показатели и после официального вступления в должность. За три года работы в качестве главы города воловой региональный продукт вырос в 1,8 раза, повысилось качество жизни и уровень благосостояния горожан. Севастополь в 2018 году занял третье место в стране по росту реальных денежных доходов населения. А еще масштабные инфраструктурные изменения. Более сотни километров автодорог было отремонтировано за последние годы. Десятки участков трасс Дмитрий Овсяников объехал лично, в том числе и в сельской зоне. Жестко контролировал работу подрядчиков. Я как обыватель в выходные ехал по дороге, проехал по дороге и увидел, что в некоторых местах обочина приподнялась выше, точнее полотно выше обочины. Соответственно, компания обязана в ближайшее время досыпать обочины. Не весь объем был, к сожалению, заложен в проектно-смертной документации, поэтому сверх этого объема компания взяла на себя обязательство досыпать в ближайшее время обочину. Мы также досыпем ее за счет средств на содержание. 28 проблемных домов. Это наследие, которое досталось Дмитрию Овсяникову. Дело в том, что здания, которые начинали строиться еще в украинские времена, по разным причинам не соответствовали российскому законодательству. Вводить их в эксплуатацию приходилось при личном вмешательстве главы города. В часть из этих домов жители смогли заселиться после пятилетней попеи с невыданными ключами от квартир. Мы некоторое время назад пошли навстречу и изменили требования, хотя не должны это делать. Сейчас в очередной раз мы идем навстречу, меняем свои требования в рамках закона, конечно. И этот дом в течение недели будет введен в эксплуатацию. После многолетнего сериала под названием «Парк Победы» и истории с двумя нерадивыми подрядчиками, наконец, удалось благоустроить и открыть после реконструкции знаковый объект. Всего же за три года в Севастопле благоустроили 17 парков и общественных пространств. Отремонтировали 454 дворовые территории. Построили 302 спортивные и 370 детских площадок. Всестороннее внимание уделялось и развитию здравоохранения. 9 фельдшерско-акушерских пунктов, 5 врачебных амбулаторий, внедрение программы «Бережливая поликлиника». Почти в пять раз повысилась доступность участковых специалистов. В два раза стали доступнее услуги узких специалистов. Образование также одно из основных направлений. Впервые за 20 с лишним лет в городе построили школу. Даже целый образовательный комплекс «Бухта Казачья». В августе 2017 года объект даже посетил президент Владимир Путин. «Мы построим бассейн и учебный корпус. И есть проект. Сколько он стоит? Дополнительный корпус стоит 350. Около 800 миллионов. Стоимость места от 700 тысяч до миллиона на одного школьника. Если 600 мест, то это 450 миллионов стоила школа. 400 мест – это примерно 350. А всего за последние годы в городе построили и капитально отремонтировали 8 детских садов. До конца года должны открыться 3 новые школы и 4 детских сада. Многое сделано. Но многое еще предстоит сделать уже новому главе города. Впереди реализация масштабной программы социально-экономического развития Севастополя, рассчитанная до 2030 года. Светослав Данилов, Севастопольское телевидение. А какими быть гербу и флагу Севастополя? Этот вопрос остается без ответа уже 5 лет. Город-герой живет без главных символов. Утвердить их должны были депутаты Заксобрания. Но за все время созыва этого так и не произошло. Несмотря на то, что уже бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников неоднократно вносил в парламент законопроекты на рассмотрение. Высказать свое мнение теперь могут все горожане. На сайте правительства началось голосование. В списке два вопроса. Первый. Одобряете ли вы действия депутатов команды Чалова в законодательном собрании, которые в очередной раз отказали городу-герою в праве использовать действующий герб и флаг в качестве официальных символов? И второй. Считаете ли вы необходимым собрать еще одно внеочередное заседание сессии для утверждения действующих герба и флага Севастополя в качестве официальных символов города-героя? Опрос общественного мнения продлится до 19 июля. А между тем город, похоже, уже сформировал свое мнение. Ну, мне тоже нравится больше старый герб. Депутаты, конечно, не правы, что они слышат мнение горожан. Но, возможно, сейчас просто предвыборная напряженность, и поэтому они заняты более существенными делами какими-то. Не знаю. Пусть подумают, нужен он или нет. А вы что думаете по этому поводу? Есть более важный вопрос, наверное, чем этот. А тут герб Советского Союза. Да, для них, для многих память. Вот такие, понимаете, для них память. Нет, неправильно, почему не приняли. Отрицательная. Отрицательная. Вообще, в ЗАГС собрании что-то там творится интересное. Что-то очень интересное происходит. Я расцениваю это неуважением к городу Севастополя. Ну, как можно не принять законопроект о гербе и флаге? Честно говоря, я не знаю, не интересуюсь этим. Ну, я отрицательно отношусь к такому отношению. Герб и флаг у нас же есть. И что, мы опять его должны другой, что ли, принимать? Я вот этого не понимаю. Я, честно, читала об этом и засомневалась. Ну, конечно, это безобразие, я считаю. Полное безобразие. Ну, как? Их же горожане выбирали, правильно? Ну, как они могут не прислушиваться? Ну, это безобразие, я считаю. Значит, надо их перезабирать, если они так себя ведут. Согласитесь? По-моему, я прав. Неправильно. Ну, герб должен быть в Севастополе, конечно же. Мне вот нынешний герб и флаг нравятся. Все. Руководитель общественной организации «Дети войны Севастополя» Анна Цисарь считает, что севастопольским депутатам должно быть стыдно, что они в очередной раз не услышали горожан и не приняли законопроекты о гербе и о флаге города. Она подчеркнула, менять внешний облик главного символа не нужно, поскольку большинство жителей поддерживают именно этот современный вариант герба. Герб был, он есть, он будет. Но почему не утверждают? Это же, понимаете, маленькое абсолютно количество людей. И даже не все в законодательном собрании против утверждения герба. И почему на какие-то единицы людей могут решать такой важный для города, тем более для города-героя вопрос? Позицию Анны Цисарь разделяют и в Севастопольской общественной организации ветеранов. Надежду на то, что у города-героя наконец появится официально утвержденный герб. Они возлагают на новый созыв Заксобрания Севастополя. Вы нас не послушали, и мы вас тоже знать в Заксобрании больше не хотим. Мы повторим наше письмо новому законодательному собранию, и новое законодательное собрание наше мнение учтет. 100 тысяч рублей при рождении второго ребенка – это поддержка для севастопольских семей. Дмитрий Осянников в понедельник внес закон о региональном материнском капитале. В ближайшее время документ направят для утверждения в Заксобрание. Теперь главное, чтобы депутаты его приняли. Тогда с 1 января 2020 года начнут выплачивать деньги тем семьям, у которого второй ребенок появился в 2019-м. Подробнее о нововведении расскажет Елена Карнаухова. Проект закона о материнском капитале готов. Осталось совсем немного – пройти утверждение в Заксобрании. Документ важный и нужный. Его главная задача не просто поддержать матерей, но и сработать на улучшение демографической ситуации в городе-герое. Если народные избранники инициативу правительства одобрят, то женщины, родившие второго ребенка после 1 января 2019 года, смогут претендовать на единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Закон может вступить в силу уже в январе 2020-го. На материальную поддержку семей в бюджете города уже заложены средства. На 2020 год – 94,5 миллиона рублей, на 2021 – 98 миллионов. Эта выплата, как и все остальные выплаты, предоставляется с учетом критерия нуждаемости. Будет иметь право та семья, у которых средний душевой доход составляет не больше, чем 2,5 прожиточных минимума на душу населения. Но это будет считаться на момент обращения. На сегодняшний день, для понимания, эта цифра составляет порядка 26 тысяч на одного человека. Сегодня в Севастополе не самая лучшая демографическая ситуация. Рождаемость упала почти на 10%. Многие семьи не спешат со вторым ребенком. Региональная мера поддержки в дополнение к выплатам из федеральной казны может помочь родителям принять важные решения и увереннее смотреть в будущее. Убеждены в Управлении социального обслуживания. Если на первого ребенка мы выплачиваем федеральную выплату, которая с 1 января 2018 года выплачивается, порядка одного прожиточного минимума на ребенка, это размер выплаты, около 11 тысяч рублей. На третьего ребенка мы тоже выплачиваем по указу президента 606. До трех лет, если на первого в настоящее время до полутора выплачивается, то на третьего выплачивается до трех лет, тоже в размере прожиточного минимума на ребенка, порядка 11 тысяч рублей. То на второго нет таких выплат. И вот наш материнский капитал, который мы очень бы хотели, чтобы выплачивали в городе Севастополе, направлен именно на стимулирование вторых рождений. Средства материнского капитала можно будет получить полностью или частями и потратить на образование ребенка, на улучшение жилищных условий или на оплату обследования и лечения малыша или матери. 100 тысяч могут стать серьезной поддержкой для семьи. Очень радует, что правительство Севастополя озабочено, осознанно подходит к этому вопросу и помогает семьям дальше разрастаться. Потому что многие семьи решаются на рождение одного ребенка, а второй ребенок – это уже финансово накладно для семьи. Люди начинают задумываться, да, многие не берут такую ответственность на себя. И как-то вот такие вот выплаты, и чувствуешь поддержку правительства, и плечо, и начинаешь задумываться, что все-таки это очень важно. Закон о региональном материнском капитале уже давно принят почти во всех регионах страны. В Севастополе пока нет, хотя его в нашем городе давно ждут. Во-первых, это помощь в ипотеке, то есть многие молодые семьи берут ипотеки. Если введут такой закон, то, естественно, 100 тысяч будет немаленькая помощь молодой семье. Особенно это молодежь, что деньги никогда не лишние. Ну это неплохо, надо делать, конечно. Но пока региональная материальная выплата только на бумаге. Она станет реальной, когда инициативу одобрят депутаты и примут законопроект. И только тогда севастопольские семьи смогут рассчитывать на реальную поддержку. Елена Корноухова, Михаил Волобуев и Деливер Меджитов. Севастопольское телевидение. Восемь новых общественных пространств благоустроят в этом году в Севастополе по программе «Комфортная городская среда». Работы в одном из таких скверов в селе Орлином стартовали. Объект сегодня посетил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров. Он пообщался с подрядчиком и указал ему на некоторые недочеты в работе. О том, когда в селе Орлином появится новый сквер, и имя какого знаменитого человека он будет носить, расскажет Святослав Данилов. Мест для отдыха, где можно было бы прогуляться с детьми или посидеть в тени на скамейке в селе Орлином, немного. Сквер есть только возле Дома культуры. Но в скором времени будет еще один, на улице Ласпинской. Пока на объекте трудится четыре человека. Представители учреждения парка и сквера заверили вице-губернатора Владимира Базарова. Этого вполне достаточно. Сейчас мы прокладку кабеля введем. Тракторист подъедет чуть позже, продолжим еще. Ну и также установка поребрика. Пока больше особо здесь не нужно. Площадь небольшая, парка небольшая. А будет этот самый... Кладородный слой, да? Кладородный слой, зеленевый? Да. Зеленевый, да, все. Должен высадка деревьев. Хороший сквер будет заведен ручей сюда, в габионы выложено русло, дорожки, освещение, детская площадка небольшая, ну и, соответственно, скамейки, урны и так далее. Вице-губернатор обратил внимание подрядчиков на линии электропередач. Они проходят на месте будущей детской площадки. Строители заверили, что этот факт учтут и внесут изменения в проект. В будущем сквере появятся фигуры сказочных персонажей. Также здесь будет изображение человека, перу которого принадлежат литературные произведения про этих персонажей. Сквер будет носить имя Александра Сергеевича Пушкина. По некоторым историческим хроникам, справкам, отмечалось то, что Александр Сергеевич в его крымском путешествии посещал именно село Орлиное, Байдары. И по преданиям он останавливался с ночевкой в этих Байдарах и, соответственно, был вот здесь и испивал воду из этого источника, из этого родника. Это и есть тот самый источник, из которого по преданию пил живительную влагу знаменитый русский поэт. Завершить благоустройство сквера имени Пушкина планируют в конце ноября этого года. Те же сроки установлены и еще для одного подобного пространства. В селе Орли нам должен появиться и сквер воинской славы. Работы начнутся со дня на день. Мы, кроме городских территорий, где у нас активно идет сегодня благоустройство каких-то общественных пространств, мы достаточно активно работаем и условно в сельской местности, на отдаленных территориях. В этом году у нас точно сквер в Солнечном, в Каче два сквера, в Орли нам два сквера, в Терновке. Ну, в общем, эта работа ведется практически во всех населенных пунктах. Кроме семи общественных пространств, которые благоустраивают по программе «Комфортная городская среда», благодаря экономии средств, работы скоро начнутся на еще одной территории Севастополя. Сквер планируют разбить на улице Корчагина, напротив Динопарка. Кипит работа в селе Орли нам и по установке новых остановочных комплексов. Еще в феврале этого года губернатор Севастополя поручил определить количество недостающих конструкций и места для их установки. В Байдавской долине сотрудники Севавтодора отремонтировали шесть поврежденных павильонов и установили 16 новых. До конца недели все комплексы планируют остеклить. Непосредственно здесь мы видим павильоны нового образца на металлическом каркасе, остеклены шестимиллиметровым закаленным стеклом. Они травмобезопасны, защищают от ветра, дождя. Всего же в 2019 году в Севастополе планируют установить 66 автопавильонов, а также отремонтировать поврежденные. Светослав Данилов, Александр Тарасенко, Севастопольское телевидение. Сегодня на улице Героев Севастополя работала спецтехника, шел демонтаж сразу нескольких незаконно установленных ларьков. Владельцы двух павильонов получили предупреждение о сносе еще 30 мая, но проигнорировали его. Тем не менее, незаконные постройки будут убраны. Теперь принудительно. В прошлом году специальная комиссия приняла решение убрать все временные торговые точки с территории сквера. Их собственники занимают земельные участки без разрешительных документов. Всего за год демонтировано 145 ларьков и павильонов. Постоянно идет выявление и не только в центральных районах нашего города. Собственно, особый упор делаем на общественное пространство. Приводится в соответствии схема сама, как вот здесь. Видите, когда-то были действительно права, но после того, как здесь сделали сквер, в комиссию по внесению изменений в схему были вынесены предложения, в первую очередь, муниципального района об исключении здесь места и схемы. Здесь вокруг есть торговые точки, извините, это один из центральных скверов Нахимовского района. Буквально в 30 метрах находится доска почета Нахимовского района, где все уважаемые люди расположены. И здесь же находиться с займом, наверное, нет смысла. Разбросанный мусор, пластиковые мешки, бутылки и неубранная скошенная трава. Так выглядит сейчас территория Казачьей бухты. Сегодня туда с проверкой выехали представители департамента городского хозяйства Севастополя. Картина, которую увидели, мягко говоря, не самая красивая. Мемориал Великой Отечественной войны. Бетонные плиты покосились, площадка поросла травой. Везде мусор и пустые бутылки. На детской площадке тоже явно давно никто не убирался. Сам муниципальный округ должен провести претензионную работу с подрядной организацией, которая занимается содержанием территории. Граждане могут, если обращать внимание на свалочные очаги, обращаться в муниципальные округа, либо в департамент городского хозяйства, управление институтно-технического контроля. Мы приведем все административные воздействия в отношении нарушителей определимого и, соответственно, будем уже к нему принимать административные воздействия. А вы смотрите вечерние новости Севастопольского телевидения. Мы работаем в прямом эфире. Вот о чем мы расскажем вам далее. 450-килограммовый страус, огромный верблюд и пятиметровый носорог, саблезубые тигры. Были логово различных хищников. Останки 20 видов первобытных млекопитающих и 6 видов птиц обнаружили ученые во время раскопок в пещере Таврида. А вы сегодня ели шоколад? Ведь весь мир 11 июля отмечает день этого сладкого лакомства. В нем больше кофеина, и я обычно всегда кусочек маленький съедаю. Сколько тысяч тонн шоколада ежегодно съедает человечество? Ответ на этот и другие шоколадные вопросы искали наши журналисты. Синоптики предупреждают, сегодня в Севастополе возможно резкое ухудшение погодных условий. Ночью дождь с грозой, а на полуострове сильный ливник, град и порывистый ветер. Подробный прогноз до конца недели. Новейший патрульный корабль Черноморского флота Дмитрий Рогачев впервые прибыл в основной пункт своего базирования – Севастополь. Экипаж уже успешно сдал первую курсовую задачу по организации повседневной корабельной службы и подготовил корабль к бою и походу. Дмитрий Рогачев – второй серийный корабль проекта по пополнению российского флота «Сторожевиками». Автономность плавания этого проекта – 60 суток. Рогачев способен развивать скорость в 30 узлов. Имеет водоизмещение около 1700 тонн. Дальность плавания – 6000 морских миль. Судно оснащено современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения. Состав Черноморского флота Дмитрий Рогачев был принят в июне этого года. Новейшие зенитные комплексы «Тор-2М» поступят на вооружение зенитного полка Черноморского флота, сообщают Известия. Техника, способная с высокой точностью поражать беспилотники, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы будут базироваться в Севастополе. Комплексы поступят на вооружение зенитного полка Черноморского флота, в задаче которого в первую очередь входит оборона главной базы от ударов вероятного противника. «Тор-комплекс ближнего боя» позволяет вести эффективную борьбу против высокоточного оружия. Изначально «Тор» разрабатывали для прикрытия войск на марше, но в процессе эксплуатации стало понятно, что комплекс способен защитить стратегически важный район, не дав противнику провести воздушный блицкрик. Машины могут выступать в бой практически мгновенно. Высшую оценку для бойцов спецназа «Краповые береты» сегодня получили 8 военнослужащих Росгвардии из Крыма и Севастополя. Чтобы носить почетный головной убор, они два дня проходили физические и психологические испытания. Какие, расскажет Екатерина Брега. Два дня сложнейших испытаний. Десятикилометровый марш-бросок в полной боевой экипировке. Полоса препятствий со взрывами шумовых гранат и дымовых шашек. Затем огневой рубеж и штурм здания. На отдых ни минуты. Все это, чтобы получить право носить «Краповый берет» – самый почетный головной убор для любого бойца спецназа. «Краповый берет является, скажем, символом ОМОНа, частей специального назначения. Это является, скажем так, высшей наградой для спецназовцев». Ежегодно право носить «Краповый берет» отстаивают сотни лучших военнослужащих со всей страны. К испытаниям допускают только тех, кто прослужил в спецназе не менее полугода, получил положительную характеристику от командования и сдал предметы боевой, огневой, физической и тактической подготовки на «отлично». И тем не менее до финиша доходят единицы. Многие не выдерживают такой интенсивной нагрузки. Из 76 претендентов в этом году «Краповиками» стали 28 спецназовцев. Из них 8 – из Севастополя и Крыма. «Для такого рода мероприятия это показатель не просто высокий, а очень высокий. Основные сотрудники, те, кто сдал, это был ОМОН в Севастополе. Все, кто выехал, тот все и сдали. И ОМОН в Симферополе. Четыре человека сдавало, два сдало. То есть для России, если мы берем по коэффициенту тех, кто сдавал и тех, кто сдал, поверьте мне, показателей такого больше нет нигде». Новое звание «Краповик» не дает никаких привилегий. Кроме одного, как шутят сами бойцы, право первым вступить в бой. Екатерина Брега, Андрей Тымчук, Севастопольское телевидение. Останки 20 видов первобытных млекопитающих и 6 видов птиц обнаружили ученые во время раскопок в пещере Таврида. Примерный возраст находок – от полутора до двух миллионов лет. В Карстовой пещере раскопали останки самого большого страуса в Евразии. Его высота достигала 3,5 метров, а вес – 450 килограммов. Также ученые нашли и описали останки огромного верблюда и пятиметрового носорога, который весил от 4 до 5 тонн. «Там обитали хищники разных видов, в том числе гигантская гиена Ахикракута, саблезубые кошки из рода гомотерий, волки, лисы, медведь. То есть там в разное время, видимо, а может и параллельно друг с другом, были логова различных хищников. И вот накопление костных остатков – как раз это их следы деятельности». Напомним, неизвестную ранее километровую карстовую пещеру со останками древних животных обнаружили в Крыму при строительстве трассы Таврида в июне прошлого года. «Действительно, таких древних пещер в России практически нет. Это уникальная уже по своей древности пещера, содержит очень древнюю фауну, тоже уникальную для нашей страны, поскольку древнейшие находки пещерной фауны, которые до этого на территории Российской Федерации были отмечены, не старше 600 тысяч лет. Здесь у нас возраст примерно в три раза больше». Тем временем строители трассы Таврида заявляют, что седьмой участок дороги готов на 50%. Половина пути от Верхнесадового до Сахарной Головки пройдена. А сегодня во всем мире отмечают День шоколада. Продукт на основе какао-бобов и масла входит в топ самых популярных лакомств в мире. Ежегодно человечество съедает более 600 тысяч тонн шоколада. Им заменяют полдники и даже лечат депрессию. Сегодня журналисты информационной программы «Доброе утро, Севастополь» искали ответы на сладкие шоколадные вопросы. Еще Марина Цветаева советовала лечить печаль с шоколадом. И ее предложение одобрили все ученые мира. О необычайную пользу продукта из какао-бобов и масла отметили кардиологи и нейрохирурги. У пациентов, которые не отказывали себе в плитке лакомства, не было замечено традиционной для пожилого возраста склонности к образованию тромбов. По исследованиям японских ученых, до 50 грамм шоколада каждый день препятствуют развитию рака и язвенной болезни. Кроме того, шоколад содержит некоторое количество каннабиноидов. Концентрация этих средств небольшая. Для достижения состояния наркотического опьянения понадобится более 13 килограммов, а для пользы достаточно нескольких кусочков. Родиной шоколада считается Центральная и Южная Америка. Именно индейские племена возвели в культ распитие жидкого десерта, который изготавливали из порошка какао-бобов, красного перца чили и воды. Две тысячи лет назад у них уже был первый напиток. Из какао-бобов делали его, но совершенно другим рецептом. И я сейчас скажу, для многих это будет удивительно. Какао-бобы дробили камень об камень, дальше добавляли кипяточек, а дальше, внимательно слушайте, добавляли травы, специи, добавляли соль и жгучий перец чили. Вот так выглядел первый напиток, и он назывался божественный напиток. С покорением Америки прелесть лакомства из какао-бобов познали и европейцы. С XVI по XIX век рецепт шоколадного напитка считался государственной тайной Испании, а наказанием за его рассекречивание было лишение головы. Из-за баснословной цены ингредиентов долгое время шоколад имел статус кушанья королей. Но к XIX веку кондитеры разработали рецепт современного твердого шоколада. Они начали выпускать маленькие плитки сладости с целью отучить своих соотечественников от пристрастия к алкоголю. С появлением лакомства рынок какао и сахара рухнул, а стоимость сладкой плитки стала доступной всем. Я очень люблю шоколад, я вообще люблю еду, и мне нравится, когда люди относятся к еде как к другу, и особенно к шоколаду. Мне кажется, вообще шоколад стоит позиционировать не как какой-то элемент питания, а как тепло, как дополнительную энергию, как способ расслабиться. Не зря же люди, которые даже себя не позиционируют как сладкоежки, они все равно в трудную минуту стараются налить себе чашку кофе и взять кусочек шоколада. Дело тут в химии. Здесь все замешано на химии и биохимии. Так он все-таки полезный или нет, шоколад? Он очень полезный, но только нужно действительно отнестись к выбору своей любимой шоколадки с ответственностью. Официально существует несколько видов шоколада. Эталонным считается черный. В его составе тертые, обжаренные бобы какао, какао-масло и сахарная пудра. Чем больше в составе тертого какао, тем более горькой и ценной становится плитка. Молочный шоколад содержит сухое молоко или сливки, формирующие вкус лакомства, но его ценность немного снижена из-за повышения жирности. Наконец, белый шоколад. Многие шоколадоведы незаслуженно отодвигают его на задний план и за шоколад-то не принимают. Хотя в его основе лежит и какао-масло, и сухое молоко с привкусом карамели и ванили. А привычный шоколадный цвет объясняется просто отсутствием какао-порошка. Сегодня вред и польза шоколада многократно изучены ведущими исследователями мира. Главный плюс употребления популярного лакомства, помимо, конечно, наслаждения прекрасным вкусом, спасение нас от атеросклероза. Происходит это из-за высокого содержания в шоколаде эфирных масел, препятствующих отложению холестерина на стенках сосудов. Считайте этикетки, нутрициологи просят. Переворачивайте всегда продукт, который покупаете, не ведитесь на красивую картинку. В составе хорошего шоколада всегда какао-тертая или какао-крупка. Это должно быть первое слово. Там должно быть масло какао, обязательно. Потому что если написано кокосовое масло или пальмовое масло, ну, вот для шоколада это все равно, что для французов советское шампанское. Не признается. И потом уже дальше пойдут ингредиенты сахара или какой-то сахарозаменитель, соль и так далее. То есть какао-тертая, какао-крупка – это первое, на что вы должны смотреть. Принести вред шоколад может лишь аллергикам и людям, не умеющим ограничивать себя в потреблении сладостей, а также диабетикам. Также сладость шоколадам может лишь усилить аллергическую реакцию, но почти никогда не становится самостоятельной ее причиной. Шоколад, если он качественный, это просто, ну, невероятный прилив энергии и невероятное количество полезных веществ, которые принесут вам здоровье и долголетие. Каждый уважающий себя японец съедает 55 грамм хорошего шоколада в день, а японцы толк понимают. Прислушайтесь к советам диетологов и психологов. Съешьте хотя бы сегодня кусочек этого уникального лакомства и почувствуйте новый интерес к жизни. Елена Лоза, Мария Аваленская, Сергей Зацепин, Севастопольское телевидение. День военно-морского флота пройдет турнир по регби, главный приз кубок командующего Черноморским флотом. В состязании примут участие команды из разных уголков страны. О том, как будет проходить турнир, сегодня организаторы рассказывают журналистам. Презентация прошла в необычном формате. На ней побывала и моя коллега Анастасия Синица. Я нахожусь на северной стороне города в районе бухты Голландии. И сзади меня легендарный гвардейский ракетный крейсер Москва. Именно там организаторы решили провести пресс-конференцию, посвященную предстоящему турниру по регби. Тем самым сразу они решили заинтересовать и участников, и болельщиков, и, разумеется, нас, журналистов. Заинтересовали еще и тем, что совсем скоро Севастополь станет центром притяжения всех четырех флотов России. В честь Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, а вместе с ним и флота, в составе своей команды предстоит защищать курсанту Ярославу. Август для него начнется с матча по регби. Сомнений в победе нет. Я сам не отсюда. Я приезжий, поступил в военно-морское училище. Сам столько много раньше занимался тоже регби три года до этого. Ну и поэтому тут сформировалась команда. Я решил тоже прийти в эту команду и сыграть. Мы этой командой уже играли. У нас было 3-4 соревнования, и мы занимали первые места. Полем для матчей по регби станет футбольное. Турнир проведут на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь». Поле останется в том же виде. Никаких дополнительных конструкций, элементов внесено в поле данное не будет. Соответственно, регбийные ворота будут установлены, существующие закладные подфутбольные ворота. В турнире также примут участие военные десантники из Рязанского училища имени Маргелова. А всего за главный приз кубок командующего Черноморским флотом поборются 8 команд. Первый день, 1 августа, это будут групповые этапы, когда команды сыграют все друг с другом. Из групп выйдут полуфиналисты. Утро 2-го числа это полуфиналы. 2-го числа в 17.00 состоятся финальные игры. Регби – олимпийский вид спорта, который хорошо развивает ловкость и координацию. В Севастополе он набирает популярность, в том числе и среди военнослужащих. Уже несколько лет идет апробация регби в вооруженных силах и силовых структурах. Могу сказать, что на сегодняшний день это более 30 постоянно действующих секций. И мы видим, как замечательно этот мужской вид спорта приживается на флоте. Билеты на флотский турнир начнут продавать уже с 15 июля по адресу улица Бреская, 21. Анастасия Синица, Андрей Тымчук, Севастопольское телевидение. А в Севастополе возможно резкое ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в течение дня в центральных и южных восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град и порывистый ветер. В ближайшие сутки в Севастополе сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, днем ожидается дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточной слабый, днем при грозе северо-запад не порывистый. Температура воздуха ночью 15-17 тепла, днем 23-25. Температура воды в Севастопольской бухте 24 градуса, в районе Херсоновского маяка 22 градуса. Такой характер погоды сохранится до конца недели. В субботу-воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. А это были вечерние новости севастопольского телевидения. Спасибо, что вы с нами. Мы работали в прямом эфире. С вами была Оксана Колесникова. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok